Сургутские парашютисты стали чемпионами мира. Этот титул они отстояли на днях в Австралии, где прошли главные старты планеты по парашютному спорту. Сургутяне выступали в самой зрелищной, но при этом самой опасной дисциплине – купольная акробатика. Впервые за всю историю мирового чемпионата выдался нестандартный финал. Но наши спортсмены смогли справиться с эмоциями и за полторы минуты показать лучший результат. Оценить свое выступление и сравнить его с результатом соперника парашютисты могут только после приземления, когда прыгающий вместе с ними оператор предоставит съемку судьям, и те уже вынесут свое решение. Это время сургутской команде показалось целой вечностью в финале чемпионата мира. Обычно победитель определяется по результатам восьми туров. В этот же раз впервые претендентам на победу пришлось пройти девятый, так называемый, разводной тур. За первое место спорили наши и катарские парашютисты. В итоге сургутяне за отведенные им 90 секунд смогли показать в небе 21 фигуру и были признаны лучшими в купольной акробатике. Это был наш лучший прыжок за все тренировки и за все соревнования. Как нужно так собраться в команде, чтобы еще и в такой вот напряженной ситуации экстремально показать лучший результат. Я считаю, что это исторический момент и это дорогого стоит. К этой победе сургутская команда шла несколько лет, но для начала нужно было выиграть на чемпионате России. Это и есть путевка на главные старты мира. А она всегда оказывалась в руках русских волков, очень сильных соперников, которые 10 раз становились мировыми чемпионами. В этом году удача отблагодарила наших спортсменов за упорство, хотя и подкинула им еще несколько непредвиденных трудностей. У нас один боец шел из строя, Влад Мызников. Он получил травму и непосредственно перед чемпионатом мира не смог выехать с нами на учебно-тренировочный сбор. У нас возможностей других не было, других людей в команду вставить так, как визы делались заранее. Тем более Австралия она такая страна, то есть для получения ее визы, то есть там не самая легкая процедура. Команду выручил главный тренер России по парашютному спорту Денис Дадонов, который готовит сургутян к выступлениям. Он согласился заменить спортсмена. Однако этот случай стал уроком, и наши парашютисты теперь всерьез задумываются о подготовке второго, запасного состава. Это подразумевает дополнительное и довольно серьезное финансирование. Ведь бойцы на подхвате тоже должны путешествовать вместе с командой по соревнованиям. А денег порой едва хватает для основного состава. Хорошую поддержку перед поездкой в Австралию сургутским парашютистам оказал округ. Спортсмены надеются, что это была не одноразовая помощь, и их новый титул – чемпионов мира – станет весомым аргументом как для чиновников, так и для спонсоров. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.